Всем доброе утро, Московское время. Сегодня у нас среда, середина торговой недели. Начинаем наш внутренний обзор. Как всегда с вами аналитик-трейдер Кириан Завадимов, Кубтрейдер Картель. Как всегда, кто смотрит мои обзоры, и спасибо, кто смотрит мои обзоры. Мы начинаем с фундаментального анализа. Мы смотрим, какие события у нас вышли. Вчера, ну, в принципе, мы говорили, основное событие, это у нас фунт. Фунт вообще, получается, что ожидали, то и получили. Ноль. Ну, практически без изменений. Ну, здесь были некоторые, что касается фунта, мы потом внимательно рассмотрим. Кое-какие данные были в красном. Ну, вот видно хорошо. Вот. И ряд выступлений представителей, ничего не могу по ним сказать. Что у нас сегодня? Ну, во-первых, запасы. Запасы увеличились. Ну, если запасы увеличатся, мы понимаем, что должно быть давление на нефть. Это тоже мы посмотрим. Ну, и, конечно, вот ставка. Ставка Новой Зеландии осталась на том же уровне, без изменений. И ряды индексов по Австралии. Ну, что хочу сказать. Австралия и Новой Зеландии вообще, по идее, если они ориентированы на промышленность Китая, мое такое мнение. И сейчас в Китае действительно много остановленных предприятий в связи с коронавирусом. Поэтому должно быть какое-то давление. Ну, посмотрим, действительно, будет ли так. И практически выступление Пауза в Конгрессе. Ряд представителей, все, очень много выступлений. Как видите, Пауза. И даже выступает будущий глава, будущий еще не резервного банка Новой Зеландии. Будущего. То есть, будет смена главы. Если будет какое-то, конечно, движение. Завтра утром практически здесь уже будет четверг. И начинаем с графика. Смотрим индекс. Что можно сказать по индексу? Ну, индекс идет вверх. При каких-то коррекциях все время бары выше, выше, выше. То есть, мы видим, сейчас был откат. Вот откат мы видим. И, в принципе, видим, что вот какая-то зона, которой может идти цена. Это 99. И пока вот на данный момент на коррекциях пока цена движется. Соответственно, на индексе мы видим вот такие коррекции. Ну, эти коррекции как бы могут остановиться. Ну, к примеру, вот в этих зонах. И спокойно дальше цена идет. Это такая поддержка, которая двигает цены. Ну, и рынок акций тоже идет вверх, можно так сказать, на каких-то коррекциях. Ну, мы начинаем с евро. Мы рассматривали евро-доллар. И какие у нас были сценарии вчера. Ну, в принципе, мы искали продажи. Вот наши продажи на младших таймфреймах. Мы находимся ниже. Никаких покупок мы не рассматриваем. Только продажи. Соответственно, вот сейчас цена подошла так к уровню. Что-то делает. Ну, возникает вопрос, должна быть какой-то сценарий. Все-таки пробитие, возврат. После этого мы принимаем решение. По фунту. Вчера много было событий по фунту. Мы это все с вами видели. И давайте посмотрим, на самом деле, что мы сейчас видим. Мы видим, что фунт закрылся выше. Идет к уровню. Это нам хорошо. В принципе, нам нужно. У нас стоит лимитный ордер. Мы ждем. Ну, ордер я где-то ставлю от 10 пунктов до 5. То есть, в принципе, каждый принимает сам решение. Для того, чтобы можно ставить 10. И, в принципе, входить в сделку со стопом где-то 30. И брать вот это движение. Пока. Пока ничего нам фунт не дал. Да, была коррекция. Но мы ждем подход к уровню. Стоит лимитный ордер. Ждем. Дальше идем. Австралийская валюта. Ну, как я говорил, что действительно мы идем к уровню. Сейчас. И вот этот уровень мы встречаем. 0.6749. Отсюда были хорошие покупки. Вот эти покупки продолжаются. Кто стоит в сделке и вошел со мной. Наша цель достигнуть уровня. Но тут здесь может быть вполне разворот. Кто не зашел, уже не заходим. Ждем реакцию уровня. 0.6749. После этой реакции, если мы увидим, что будут ложные пробои. Можно будет искать продажи. Но, в принципе, продажи можно уже оставить. Так называемые отложенные ордера. Тоже отступать от уровня. И, в принципе, ловить в этих целях, где-то в этих зонах. Ловить лимитный, целу-лимитный ордер. В принципе, ордер где-то порядка 18. Брать свои 54. То есть, ну, такой вот вариант стандартный для торговли на Ауди. Я думаю, здесь понятно. По Новой Зеландии вторая пара. Ставка произошла. То есть, выход хорошо поддержал. Но нашего сценария нет. Что мы сейчас видим? Поменялся ли сценарий? Да. Сегодня была попытка пробить уровень поддержки. Вот он стоял. То есть, мы находились ниже. Сейчас какой сценарий? Вот в этих ситуациях я всегда жду закрепления. То есть, мне еще мало. Мне нужно понять, что цена закрепилась. Некоторые уже начинают покупать. Но, может быть, обратно. Мне надо понять, что второй бар закрылся выше. Вот если он закроется выше, то есть, что должно произойти? Вот приблизительно что-то подобное. То есть, вот идет... Обратите внимание, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот, к примеру, идет бар вверх. Второй бар четко закрывается. Я понимаю, что здесь я могу входить в эту сделку. Мне тогда понятно, что делать. Здесь мне непонятно. Поэтому пока мне рынка по Новой Зеландии. Ну и, соответственно, вы видите здесь подъем. Здесь должен быть какое-то закрепление. И тогда уже будем принимать. Этот сценарий у нас все. Его нету. Потому что у нас на D мы видим, что этот сценарий сломался. По золоту мы видим. Золота нет. Идет какая-то коррекция. Но, чтобы покупать, нам надо вернуться к уровню 1550. Пока на данный момент это где-то происходит в середине канала. И, чтобы нам, допустим, купить. Если купить, то надо откатиться. Ну, потом уже отсюда на развороте заходить. Пока золото неинтересно. Что касается доллара швейцарского франка. Что у нас было? Мы планировали покупку. Покупку вот на этом пробитии. Мы говорили об этом, что вот здесь хороший уровень. Если цена будет корректироваться, нам надо зайти в покупку. В принципе, мы нарисовали уровень. Такой вот. Да. Первая попытка у нас была. Мы взяли какое-то движение. Оно небольшое было. Хочу сказать. Но когда цена останавливается, я закрыл эту сделку. В принципе, сейчас что я вижу? Я вижу, пока мы стоим в покупках. Еще раз хочу сказать. До этого уровня. Если цена, к примеру, будет находиться здесь. Это хорошая ситуация еще пока покупать. То есть, что нам для этого надо? Продавать мы ничего здесь не будем. Наша задача закрываться выше и входить в сделку. Если это будет, мы будем заходить. Не будет, мы заходить не будем. Или будем ждать цену вот в эту зону. И отсюда уже потом искать разворот. То есть, варианты такие у нас есть. Мы пока себе прописали эти варианты. И пока по ним работаем. То есть, такой вот вариант по дуру швейцарскому франку. Сейчас нет смысла заходить. Еще раз хочу сказать. Мы пока ждем на коррекции. И этот уровень у нас 0.9730 выступает как поддержка. Но мы его сейчас показали. На маршах был пробит. На старших таймфреймах мы пока это не видим. Доллар иена. По доллару иене вот ситуация, что мы говорили, здесь уже покупная. Почему она покупная? Потому что цена уже показывает. Обратите внимание. Мы закрываемся выше. Здесь закрылись. Соответственно, был ложный пробой. Устояли. И здесь хорошая ситуация для покупки. Вот здесь, да, логический. Вот он, совлимит, который сработал. Мы находимся в покупке. Сейчас наша задача взять цель. Это цель. 110, 18, 110, 179. Здесь все понятно, все ясно. Логически все понятно. Так. Идем дальше. USDCAD. USDCAD мы видим, что цена все-таки отбивается от этого уровня. Ну, то есть, логически мы видим, что сценарий нас подтвердился. И, в принципе, вот точка входа. То есть, был ложный пробой, заход. И здесь лимитный ордер и цена летит вниз. Ну, в принципе, я нахожусь сейчас в сделке. Не знаю, находитесь ли вы. Если кто использует мои сценарий, в принципе, то сейчас должен быть в небольшом плюсе. И мы пока держим эту сделку. Здесь, честно говоря, вот на данный момент при повышенной нефти, как вышло сейчас данное, USDCAD должен расти, а нефть должна падать. Ну, а на самом деле, что мы видим? Если мы сейчас смотрим нефть, то мы видим, что нефть растет. Вот это интересно. Логически она устояла. Технически мы видим, что фундаментально нефть не должна была расти. Но мы что видим? Мы говорили уже этот вариант. Мы рассматривали. Вот он, этот вариант. То есть, ложный пробой, ретест, и мы летим вверх. Пока сценарий наш выполнился, мы работаем. Хотя это противоречит фундаментальному фону. при повышении нефти, а мы видим, что мы видим? Мы видим, нефть у нас увеличилась. Вот 6 миллионов. То есть, запасы увеличились, на них должно быть давление. Ну, вот такая ситуация на рынке. Еще раз хочу сказать, всем спасибо, кто смотрит мои обзоры. После обзора есть ссылка на мой курс Форекс АДД. Я приглашаю. Также ставьте лайки, кому понравился мой обзор. Пишите, какие пары вы хотели еще дополнительно рассматривать. Я тоже их включу в очлист. То есть, дополнительно какие-то напишите там. Я торгую то-то, 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 то-то. Ну, и до завтра. Где-то в этот момент запись, по-моему, выходит в 11.00, так что ждите, потому что все это в записи не в прямом эфире. Всем спасибо, всем удачи, всем удачи трейдов. Пока и до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok